Здесь как раз приходят вопросы, вот есть ли понимание, что сейчас хочет делать Путин, появлялись такие сообщения, что он дал генералам задачу целиком и полностью уничтожить энергетическую отрасль Украины, то есть блэкаут полноценный создать на территории, вопрос получится, не получится, у вас есть понимание, что он сейчас делает, то есть меняется ли его тактика вот эта чудовищная, или все идет так же примерно, как и все последние два с половиной года? Абсолютно так же, как и шло, но не два с половиной, а два, потому что они начали атаки на энергетику осенью в октябре 2022 года, и они тогда пытались безусловно сделать так, чтобы полностью был блэкаут тотальный, и чтобы пришлось эвакуировать полностью города, потому что разорвала бы система отопления, в этом идея была, что чтобы замерзла система отопления, и пришлось бы всех эвакуировать и оставить Украину без жителей. Но это не получилось тогда, просто не вышло, хотя были применены все, что есть у россиян, тогда вот такие обстрелы, как сейчас, такой страшный удар, ну да, 127 ракет, но тогда так было каждую неделю, просто по расписанию каждую неделю было 100 с чем-то ракет, и тогда не было беспилотников, у них столько дронов, конечно, сколько сейчас, они там 100 дронов еще добавили. Ракет было столько же каждую неделю, сейчас они каждую неделю так уже не могут, судя по всему, у них нет носителей, у них нет столько ракет, сколько тогда, вот, поэтому они будут пытаться, пытаются они сделать ровно то же самое, полностью выбить всю энергетику, но опять, тогда она была незащищенная, вся украинская энергетика была незащищенная. Вот Денис Шмыгаль, премьер-министр, сказал, что да, они сейчас стреляли по трансформаторным подстанциям вот этими разрывными, то есть, ну как это сказать, господи, не могу вспомнить это слово, капсулами, да. Во-первых, чтобы, типа, повреждений было больше, а во-вторых, чтобы их было труднее ремонтировать, потому что кассеты, боеприпасы разбрасываются, пожарные на них подрываются, там, энергетики. Но, как сказал Шмыгаль, так у нас сейчас защищены эти станции, то есть, трансформаторы где-то закопаны под землю, где-то выставлены системы защиты, поэтому, если бы все это применили два года назад, то, наверное, было бы совсем плохо. Сейчас все предусмотрено, поэтому тот минимальный уровень, который есть, его обеспечивают атомные станции, на этом, в принципе, можно жить. Просто некомфортно, но жить-то можно. А в имиджевом смысле, я сейчас морально-нравственный аспект умышленно убираю за скобки, как с политтехнологом, мы с вами разговариваем, вот Путин и, в общем, зет-патриоты тоже ждут от Путина ответа. Ну вот, за Курскую область нужен такой ответ, который покажет, что лидер вертикали, глава этой УПГ, он, значит, все контролирует, он силен и, может быть, даже станет еще сильнее. То есть, и мы видим, что, да, эти чудовищные удары по гражданским объектам и так далее, они уже не вызывают, это трагедия, в любом случае, когда бьют по домам, по гостиницам и так далее, но они не вызывают уже такой реакции, что, ну, это же уже было, Владимир Владимирович, а что еще-то? Вот, а с этой точки зрения Путин, то есть, он готовит какой-то ответ? Он должен подготовить какой-то ответ, чтобы этой части обществу понравиться? Вот как вы это видите? Вот холодный политехнологический анализ вот этой всей истории. Ну, я не вижу у него просто инструментов, он бы рад был подготовить какой-то ответ, но чем он может осуществить? Это же вопрос, это же не то, что он сейчас, ну, я прикажу, а какой у него может быть план, что он может сделать? Он задействовал в этой войне все, что у него есть, кроме ядерного оружия. Соответственно, единственный ответ, который он может сделать сверх того, что он делает до сих пор, это применение ядерного оружия. Во-первых, сейчас он убил, на самом деле, очень много людей, потому что, конечно, это не только те, кто погиб от обстрела, но я уверен, что это люди в больницах, старики, ну, сейчас на улице плюс 32, прямо сейчас, на улице плюс 32. Вот представьте себе пожилых людей, которые находятся у себя в квартирах, где нет кондиционера, и, соответственно, у них внутри квартиры плюс 50, да, плюс 50. Я уверен, что смертность среди людей, там, больных, пожилых и так далее, сейчас безумная абсолютно. Среди детей больных безумная смертность. В больницах, когда отключаются аппараты необходимые, там, ну, факт тоже, люди застревают в лифтах, умирают, потому что, ну, как, все, плюс 60 будет температура в лифте, если у тебя лифт несколько часов не работает на температуре плюс 32 снаружи. Ну, и все, все умирают, люди умирают, поэтому убить ему удалось очень много людей, на самом деле. Я думаю, что если, ну, россияне могут радоваться вот этому, может, они просто не понимают масштабов того, что творит российская армия. Вот, а вот дальше, как бы, больше, ну, то есть более зрелищно, ну, не знаю, больницу, по самой большой больнице он уже ударил. Мне трудно просто придумать, что он может сделать. Они призывают к каким-то вещам, там, разрушьте мосты в Киеве, но ему нечем разрушьте их. Просто нет такого технической возможности. Он может максимум только атомное оружие, больше ничего. То есть кроме атомной бомбы нет способа нанести какой-то более серьезный удар по Украине. Я, по крайней мере, мне неизвестно. Но они же по Киевскому водохранилищу пытались нанести удар. Это желание повторить историю с Каховской ГЭС, то есть затопить территорию? А там сильно не получится, потому что, во-первых, ГЭС пробить ракетами почти невозможно. Они попадали в прошлом прямо по ГЭСу, прямо по Платине. Платина даже не замечает этого дела. У них была цель, конечно, я думаю, не Платина, цель была машинный залп, то есть генерация, электрогенерация. ГЭС как электрогенерация. Это другое. Вот так они, например, не прогресс же уничтожили, генерацию, это не прогресса. Это им удалось. Они половину украинской генерации смогли выбить такими ударами. Но Платину невозможно. Платину они взрывали изнутри. То, что россияне делали в Каховке, они взрывали Платину изнутри. Поэтому, если бы они могли приехать в Киев, заложить туда тонны взрывчатки, они этого сделать тоже не могут. Ну нет, просто у них ничего нет. Других инструментов не существует. Ну топить мирные суда. Ну тоже у них проблема, потому что в ответ Украина топит тут же их танкеры и так далее. Кстати, здесь еще пишут, что и в российских ГРС, там различных, тоже начались проблемы. Сегодня как раз был нанесен удар. И вот не помню, кто из, возможно, из журналистов, может быть, и чиновников, сказал, что это игра, в которую можно играть вдвоем. То есть, и вот комментирую эту историю. Не, ну сегодня вообще ночью большой был удар, но это пока еще не ответ, я думаю. Потому что проанонсировал Зеленский, что будет именно ответ на этот удар. Но я думаю, что пока это только, так сказать, мы еще не начинали, как говорит Путин в таких ситуациях. Потому что это ГРС, действительно, она первая. Но опять, это же по генерации бьют. То есть, это не по плотине. Нет смысла бить именно по плотине. Не помню место, где все это произошло. Простите, забыл. А, Рязанская ГРС. Рязанская ГРС. Там какой-то взрывы, пожар и так далее. Но за сегодняшнюю ночь есть крутые удары. Есть по нефтебазе в Ростове, еще одной в Ростовской области. И там почему это очень большой успех? Потому что нефтебаза в Пролетарске, она горит девятый день. И в ней топливо осталось дней на пять. В смысле, чтобы гореть. Это горит она полностью, сгорает. Все 60 емкостей. И там задействованы все пожарные, которые вообще в принципе могут быть. То есть пожарные поезда, три штуки, пожарные самолеты, все пожарные. И вот сейчас, когда украинская армия ударила по другой нефтебазе, тоже в Ростовской области, но на другом конце Ростовской области, ну попробуйте теперь тушить два пожара одновременно. Я думаю, что там тоже все сгорит. И это прям большой успех. Это же и армия снабжается с этих нефтебаз. Сегодня же удар по Кировской области. Кировская, да, Кировская область. Я вообще с удивлением узнал, что она существует. Я не знал, что бывает в Кировской области, честно говоря. Ну что, есть такой город, оказывается, в России, как Киров. Я думал, Киров, он умер уже. А Никита Белых откуда? А он, по-моему, точно из Кировска или из Кирова? Вот, надо прогуглить. Ну, Вятка, Киров, там какая-то такая. А из Вятки, да? Ну, Вятка это вот Киров, да. Вятка это Киров. Я, честно говоря, не помнил, чего он там был. Там что-то у них есть какой-то Кировск. Ну, короче, да. Я думал, что это где-то на Крайнем Севере у них там на лыжах катаются. Нет, оказалось, что по Вятке мы ударили. Тоже нефтеперерабатывающий завод, извините, нефтебаза. Но я думаю, что это не массированный удар. Массированный удар Украина нанесет сотнями беспилотников. Украина тоже умеет. Такой опыт уже есть, когда это сотни беспилотников. Плюс ракеты, естественно, одновременно у Украины есть. И Нептуны, вот как потопили на прошлой неделе этот паром с 27 цистернами. Ну, это можно, можно, точно, надо говорить, сыграть вдвоем можно. Я думаю, что будут продолжаться уничтожения НПЗ и вообще много чего на территории России. Но у Украины появилась своя баллистическая ракета. Это то самое слово, которое те, для кого украинский неродной не могут, ну, или большинство из тех, для кого неродной, не могут произнести правильно. Вы можете, кстати? А вот и нет, а вот и нет. Дело в том, что поляныца, поляныца, она не баллистическая. Поляныца – это ракета-дрон. То есть она крылатая. Не баллистическая. Там совместили ракету с дроном, она крылатая ракета. И вот ее действительно презентовали, объяснили, рассказали ее некоторые характеристики, по крайней мере. А баллистическая ракета, она по-другому называется, у нее еще нет названия. Даже в чем разница? Крылатая ракета летит как самолет, по воздуху летит как самолет. И это аналог того, что у России Х-101, например, крылатая ракета. А крылатые ракеты, они как бы с одной стороны вроде как хороши, но с другой стороны их проще сильно сбить. А баллистическая ракета – это то, что у россиян «Искандер», например, или кинжал аэробаллистический. Вот это создала Украина сейчас. Баллистическая ракета, ее преимущество в том, что россияне их вообще не могут сбивать. Даже теоретически. У них нет ни одного средства поражения баллистических ракет. Украина может сбивать там, где стоит «Патриот», то есть над Киевом можно сбивать, вроде бы еще там где-то, не знаю, где еще есть. Там можно сбивать, ну и все. А россияне нигде не могут сбить, потому что кроме «Патриота» в мире нет системы уничтожения баллистических ракет. Ну посмотрим, это будет интересно. Это на 500 километров, то есть в принципе можно бить по Москве, причем еще и без шанса для московской ПВО. Дело Дурова, которое мы с вами частично обсудили и которое мы обсуждаем со многими нашими экспертами, уже получаем упреки от наших зрителей, опять это Дуров, надоело и так далее. Но цифры показывают, что нет, тема Дурова очень интересует и нашу аудиторию, и не только нашу аудиторию. Сегодня стало известно, что его брат Николай тоже был объявлен Францией в розыск, ну как создатель, собственно, технологической основы Телеграма. История с Дуровым помогла Путину в информационном плане, то есть вывела тему, скажем, Курской области на второй план? Или это может быть проблема пузырей, опять же, что кажется, те, кто пользуются Телеграмом, думают, что это новость номер один, а на самом деле не так. Как вы это видите? Я думаю, что, во-первых, это, конечно, проблема пузырей. Во-вторых, мне кажется, что, смотря про кого мы говорим, про какую аудиторию, есть аудитория, которую назовем его сторонники Путина, которых так или иначе в России подавляющее большинство. И информация, которая поступает к ним, она полностью регулируется. Да они могут не знать, что в Курске что-то происходит. Им же сказали, в Курске есть ситуация, все, точка. Ситуация, эвакуация и так далее. Они не переживают по этому поводу вообще. Поэтому им не надо ничего заменять, подменять, там, Дуров, Недуров, Курск. И у них вообще, у них сейчас праздники какие-нибудь, там, я уверен, какой-нибудь день таксиста или еще что-нибудь. У них нет этой повестки, в принципе, военной. Поэтому, если мы говорим про думающее меньшинство, заменило ли им, вот тут да, кстати. Мне кажется, да. Другое дело, что опять это Путина не касается. Потому что, ну вот если мы возьмем условную, давайте сейчас оппозицию в самом широком смысле. Но именно не политиков оппозиционных, а вот просто тех, кто против Путина. Которых, там, не знаю, 20% в России, например. Ну, мне кажется, что для них, безусловно, сейчас, там, Дуров стал важнее, чем Курск. Это правда. Но Путину они не грозят ничем. У них же нет плана по свержению Путина. Это не то, что был план по свержению в связи с Курской областью, а теперь мы переключились на Дурова. Нет, плана и не было. Поэтому, честно говоря, нет дела Путина до того, что эти люди думают. Мне так кажется. А если кто-то собирался свергать Путина, а это могли быть только какие-нибудь элиты, силовые структуры, там, и так далее, то у них вообще, у них своя программа, им все равно, что там в новостях говорить. Но то, что любопытство, так сказать, любопытный зритель обратился к Дурову, это, безусловно, факт. Да, конечно. Ну, тут интересно, как и когда заговорил Дмитрий Песков, потому что пресс-секретарь Путина во время Курской операции был в отпуске. Ну, и не считал необходимым этот отпуск прерывать. Но сейчас на теме Дурова он уже что-то сказал. И даже, кстати, по Курску он тоже сказал, когда его спросили про срочников, он сказал, да что вы, никакие срочники, это вранье, это искаженная информация, срочников никаких там нет и не будет. Как мы знаем, это не совсем соответствует действительности. Песков активизировался, вышел из отпуска. Это случайность или закономерность сейчас? Вообще его пребывание в отпуске? Я думаю, что случайность, честно говоря. Просто решили, опять-таки, если мы вызовем из отпуска, это будет выглядеть нарочито. То есть, ай-яй-яй, у нас какая-то трагедия. Ну, давайте так, на кого работает Путин, я сейчас имею в виду информационно. Вот все заявления Пескова, вся вот эта ерунда. Это же не на people, не на глубинный народ там Российской Федерации. Ему вообще все равно, что они там думают. Я думаю, что это все разговоры между собойчик. То есть, вот есть Путин и его банда, в самом широком смысле. И внутри есть большие проблемы и разборки. Абсолютно уверен, что есть разборки. Вот, как, знаете, в украинском обществе возник вопрос. Вот мы взяли Курск область, отлично. Но мы же сняли войска с Покровского направления. Может, это проблема? Может, лучше было защищать Покровское направление? Эта дискуссия существует. А в России, я уверен, только внутри, не публично, потому что публично это запрещено, есть такая же дискуссия на тему, мы сейчас должны что делать? Выбивать войска из Курской области? Или, как Путин, наступать на Покровск, но проигрывать Курск? Вот эта дискуссия, я думаю, она есть. И Путину нужны защитники его позиции, что надо наступать на Покровск, а Курск, все равно, какая разница, ну, возьмут украинцы Курск и все. И поэтому, заметьте, все высказывания примерно про одно и то же. И Песков вот что говорит? Нет никаких срочников, нет. Да это он не к срочникам обращается, а к вот той части совсем уж элиты, которая требует сейчас от Путина других действий. Ну, например, там, перемирие заключать пытаться, пытаться увезти войска из-под Покровска на Курск и так далее. Вот я думаю, что это внутренняя чистая история. Вот. А, кстати, первое, что заявил Песков по поводу войны, интересно, это то, что не будет переговоров. Сего никто не спрашивал, ничего. Но он пришел, и это был единственный месседж, который проводил уже Путин, Лавров, Медведев, вышел Песков и сказал то же самое. Типа, вот, мы еще ждали, что же Песков скажет. Сказал дословно то же самое. Это единственный месседж, который у них есть. Что меня наводит на мысль, что у них там внутри, ну, вот это, команды, элиты, раскол именно по этой линии. То есть сейчас мир и переговоры, раз украинцы уже взяли Курскую область, или сейчас пытаться продолжать захватывать Донбасс. Но они не отказываются от этого направления, я так понимаю, что... То есть какая ситуация там, насколько... Да, они просто не отказываются, они оттуда вообще не сняли никаких частей, продолжают упорно наступать на Покровск, теряя тем временем Курск. И тут же разница в чем, что на Покровском направлении они там, грубо говоря, присоединяют, может быть, ну, один квадратный километр в день, а на Курске, как мы знаем, там счет идет на сотни квадратных километров. Вот Покровск, все это движение, начиная с Авдеевки до в сторону Покровска, это за восемь месяцев. Авдеевку взяли в январе. С тех пор прошло восемь месяцев. За восемь месяцев они продвинулись на 30 километров, плоская абсолютно поверхность, то есть это, грубо говоря, степь в каком-то смысле. Ну, поля, как там не степь, там поля. То есть там не было больших населенных пунктов, там не надо было их штурмовать. Они смогли пройти 30 километров полей за восемь месяцев. То есть взятие Покровска, это операция еще на пару лет. Понимаете, то есть это такая история. Но его нужно будет сносить, как они сносили Бахмут, просто до основания. Бахмут у них занял год силами ЧВК Вагнер положить десятки тысяч людей и так далее. Вот теперь им предстоит такая же история в Покровске. Сколько за это время ВСУ сможет взять областей Российской Федерации? Это встречный вопрос в этот момент. Кстати, президент Украины Зеленский дал большую пресс-конференцию, там много было заявлений, сообщений, в том числе, что это большая операция, Курский эпизод. Это один из эпизодов. Вот на что вы обратили внимание в высказываниях президента? Что там было интересно? Вот может быть что-то, не то что попало, скажем так, в заголовки там было важно? Да. Одна фраза, которая не попала в заголовки, как мне кажется. Именно в заголовки. Она попала как содержательная часть, но план победы. Вы обратили внимание на такое выражение? Такое, как это называется? Словосочетание план победы прозвучало впервые на самом деле. Ну, точнее сказать, за эту войну оно прозвучало второй раз всего. А из Уззеленского первый раз. Вот сколько было раз про мирный план? Такой мирный план у одних людей. А у вас какой мирный план? А у нас? Все меряются мирными планами. А где план победы в войне? Вопрос? Вопрос. До сих пор план победы озвучивали только американские конгрессмены. Это было в январе, когда они опубликовали доклад о том, как именно... Ну, они адресовали Байдену во многом этот доклад. Это были конгрессмены-республиканцы. Что, чтобы Украина победила, надо нам... Чтобы победить Россию, точнее, они так писали. Нам надо делать раз, два, три. В том числе, атакамсы дальнего действия по России. Это все было в январе. И это, я думаю, сдвинуло в том числе тему американской военной помощи и помогло Джонсону ее принять. Потому что это были главы республиканских комитетов, влиятельные республиканцы в Конгрессе. Вот это называлось «План победы». Вот. И прям «Викторе» слово использовалось там, я помню. И сейчас Зеленский впервые сказал, у нас есть план победы. Я, говорит, сейчас пойду в Вашингтон. Ну, как, на этой неделе туда едут умеров министра обороны и Ермак, глава офиса президента, показывать, я так понимаю, согласовывать этот план победы. Едут с чиновниками. То есть не с Байденом, понятно, они же. Не с Байденом будут встречаться с какими-то стафферами. А дальше Зеленский поедет, скорее всего, на Генеральную ассамблею ООН в середине сентября. И там, как он сказал вчера, покажет этот план победы Байдену, а также Камале Харрис и Дональду Трампу. Потому что, он говорит, этот план победы срабатывает только, если американцы готовы в это все вписываться. В том числе, там, например, список целей для ракет среднего радиуса действия американских на территории Российской Федерации, которые нужно уничтожать. Прямо включая этот список целей. План победы — это первый раз такое. Первый раз кто-то говорит не про план мира, а про план победы над Россией. Вопросы от наших зрителей сейчас приходят. И снова про Дурова. Вот Анна спрашивает. Михаил, с этической точки зрения, как вы расцениваете давление на Дурова в США и на Фейсбук? Такое было оказано властями. Кстати, Цукерберг действительно об этом заявил. На пол ФБР серьезно давило после теракта. Очередно, этично ли это в мерах безопасности? И не создается ли прецедент, который власти будут и дальше использовать, оправдываясь благими намерениями? Вопрос от Анны. Телеграм. Власти не могут использовать что-то власти США и Франции, объясняя какими-то благими намерениями или чем-то еще. Власти Америки или Франции обязаны и действуют в рамках законодательства. В этом тонкая разница. Разница между Российской Федерацией и Францией в том, что в России действуют исходя из личных интересов каких-то, любые власти. А во Франции, исходя из законодательства, ничего они не могут сделать сами. Они же там не идиоты. Вот человек занимает какой-то пост, неважно какой. Он знает, что если он поступит не по закону, то он будет сидеть в тюрьме. Этот следователь, который выдает ордер на арест, ну прокурор, который выдает ордер на арест этого самого Дурова, если он нарушит закон при этом, то он будет сидеть в тюрьме. Судья, который продлевает арест Дурова, если нарушит закон при этом, то будет санята с судей и лишиться своей, так сказать, привычной жизни. Вот это главная разница. Знаете, вот я вчера один человек опубликовал, мой друг один у себя в Фейсбуке, такой тезис, что... Ну, опять он там про это, по-моему, про российскую оппозицию, про кого-то, что они не понимают, не замечают даже разницы, что да, если бы Дуров сотрудничал с Россией, то он бы сотрудничал с кем? С террористами и бандитами. То есть если бы он по просьбе России отдал какие-то там ключи, такие данные, то он бы передавал их бандитам, убийцам, террористам, людям, которые в розыске международным уголовным судом в ГАГе. А в то же время, когда есть требование Франции выдать что-то, то это законное требование. Иначе бы незаконное требование ему никто бы не предъявлял. Но тут он с точки зрения этической, как вы говорите, как раз обязан все и передать, потому что это по закону сделано. В России по беспределу какие-то бандиты... Мы же понимаем, что это не президент России, какой-то Путин, да? Ну... Россия считает их самозванцами и бандитами. То есть он отдал бы ключи самозванцам и бандитам. Нельзя ставить на один ряд Россию и Францию. Это не два государства. Франция — это государство, а Россия — это международная преступная группировка. Типа Хамаса. Но это как бы он по требованию Хамаса отдал бы свои ключи. Или по требованию исламского государства. Вот. Поэтому мы почему-то думаем, что есть какое-то давление. Кто сказал, что это давление? Если есть закон, он же есть во Франции. И работали... Я думаю, не один же следователь работал по этому делу. Это прям сотни людей. А может быть, и тысячи были задействованы в этом деле. И каждый из них знает, что можно, а что нельзя. Какой есть порядок расследования, порядок, там, не знаю, получения информации. Мы как-то всех их обесцениваем, когда мы говорим, что это, там, типа, как они могли арестовать или это там. Это неэтично. Подождите, они все работают. У них у всех есть какие-то карьеры. Они все профессионалы своего дела. А мы нет. Мы в этом не разбираемся. В том, что они делают. Вы же, наверное, не разбираетесь так же, как и я в законе Франции о там информации. Я простой, кстати, пример могу привести. Вот такой, ну, чисто житейский. Вот у меня есть много друзей, которые... Жутки в интернете, так называемые, да, которые там занимаются серыми схемами в интернетах. Ну, имеется в виду, как серыми. Продают какие-то там товары или услуги. При этом реклама, которую они используют в этом случае, она как бы в серой зоне. Да, ты вот так можно рекламировать, так нельзя рекламировать. И то, что можно во Франции, то нельзя в Германии. Или там то, что можно в Украине рекламировать, нельзя рекламировать в Венгрии и так далее. Вот они мне сами говорят, что работать там на рынке например, России или Украины. Это достаточно легко. Потому что, в принципе, тебе ничего плохого не будет за это. Максимум, тебя забанят, и ты откроешься заново. И все. Но если ты во Франции попытаешься рекламировать акулий жир, то тебе как бы выпишут такой ордерный арест, что ты в Евросоюз не въедешь. Хотя ты всего-навсего порекламировал акулий жир. А это как бы все. Это уголовка, тебе вот розыск в Интерполе и так далее. А в России, ну, тебе забанили какой-то сайт. Или не забанили. Вот понимаете разницу? Поэтому во Франции очень следят за чистотой информационного пространства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok